Музыка Когда началась война, мне было два года. Уже немцы подходили к Балтии, и мама с сестрой, и со старшим моим братом, и тетя со своим сыном бежали, а я остался с дедушкой и бабушкой в Балтии. Бабушка ходила, стирала, убирала людям, а когда была бомбежка, мы прятались, у нас большой подвал был там. Я просыпался, мне казалось, что я в какую-то пропасть лечу, камни, валуны, и я страшные истерики закатывал. Сейчас мне 82 года, и меня это тоже моет. Ну, я правда так, проснулся, понимаю, где я нахожусь, и успокаиваюсь. Ну, могу ночью подраться. И после бомбежки дед вышел собрать стекла. Немцы гнали какую-то колонну там, деда взяли, больше с тех пор мы его не видели, и не знаем, где он захоронен даже. В 44-м году освободили Балту, и мама вернула с братом, и мы переехали потом в город Тирасполь, в Молдавское СССР. Папа воевал с 39-го года, он был замполит, капитан, по моему, по званию был. В 41-м году он попал в плен. Там он бежал, потому что могли свои выдать тут же его. А что, говорю, он коммунист, замполит и еврей, его бы тут же расстреляли бы. Он бежал где-то в поле, закопал там свои документы, а потом попал в другой лагерь, он говорит, там особо бежать некуда было. Ну и папа после войны, когда вернулся, если говорят, что если ты сумасшедший, есть пословица, бейся головой об стенку. Так я лично видел, что мой папа бился головой об стенку. Настолько у него психика была расшатанная. Ну все, хватит, все. Я очень счастлив, что попал сюда. Бережалаем. И нахожусь у стены плача. И дай бог каждому такое ощущение, как у меня сейчас. А когда я уже был у стены плача, туда, когда подходишь, так вообще как дыхание замирает тогда. Что-то сверхъестественное. Субтитры создавал DimaTorzok